Значит, очень важное и значимое событие в жизни нашего города, которое знаменовало тем, что теперь у нас имеется, в нашем муниципальном образовании имеется свой флаг. Проведена была огромнейшая работа, то есть разработано несколько эскизов, которые все были представлены для общего, всеобщего голосования, передголосования за Конституцию Тойской Федерации. Как раз таки большинством голосов был выбран именно тот вариант, который, ну, на следующий момент устроил всех. На Союзе депутатов был рассмотрен этот, скажем так, общепринятый, проголосованный большинством образец флага и, соответственно, было направлено представление в Георгический Совет президента Российской Федерации. Ну, буквально вчера мы получили свидетельство о регистрации официального символа нашего города, официального нашего флага, который на сегодняшний момент нанесен Георгический Реестр Российской Федерации присвоением дистанционного номера. Теперь можно полноправно, словомерно сказать, что у нас есть свой флаг, флаг муниципального образования города Ивангород и Есепского муниципального района. Вся процедура началась с весной, где-то в апреле месяце мы ее запустили. А вот, ну, скажем так, процедура очень долгая, но все-таки не искренне завершающий этап. На сегодняшний момент в муниципальном образовании город Ивангород есть уже свой официальный символ. Соответственно, он будет использоваться на всех мероприятиях, он будет использоваться как официальный символ на наших ведомственных зданиях и учреждениях. Соответственно, при проведении таких мероприятий, значимых, как День города и остальных, значимых для города, праздников, он будет, естественно, использоваться. Ну, в крепости уже пять лет как появился, да, флаг, государственный флаг, да, этого его не было, а вот он находится как раз-таки напротив флага сопредельного государства, флага Эстонии, и на сегодняшний момент он имеет подсветку, то есть он большой, красивый, огромный флаг. В честь касается использования данного флага в крепости, ну, мы подумаем, возможно, он появится и там.